приветствую дорогие друзья с вами зидыч и сегодня мы поговорим на очень интересную тему у нас не будет обзоров гайдов сегодня у нас история и вспомним мы сражение пожалуй самое крупное воздушное сражение в истории человечества битву за британию сражение что повернула маховик истории в пользу британской империи а впоследствии в пользу всего свободного мира что вел борьбу с нацистами именно битва за британию подарила столь нужную меру надежду о том что с германией можно бороться и даже можно побеждать сегодняшнем видео вы пожалуй увидите всю технику которая действительно сражалась в битве за британию но прежде чем я начну рассказ следует поведать вам о том что стояло перед сражением а это были не слишком обнадеживающие сокрушение польши падение франции захват норвегии и дании эти страны были покорены всего за пару месяцев и марш германии устремился к последнему оплоту европы а именно британским островам метрополии британской империи германия не раз предлагала сдачу на весьма неплохих условиях но новый премьер-министр уинстон черчилль категорически отказался от этого несмотря на протесты некоторых членов правительства гитлер прекрасно понимал что для захвата британии следует взять столицу империи лондон островное расположение которого вызывало ряд трудностей королевский флот обладал большим количеством надводных и подводных кораблей способных легко раздавить любые попытки крикс-марины флота германии высадить десант и для успеха путь был только один необходимо захватить воздух и шансы на выполнение такой задачи были ведь люфтваффе на момент 40-го года одержала ряд безупречных побед но вот были ли они заслуженными думаю пришло время разобраться как известно первым опытом люфтвафф во второй мировой войне стали атаки польши но польские ввс не обладали истребителями должного технического уровня и не могли остановить даже бомбардировщики поэтому участие в люфтваффе в этой операции сводилась к исключительно избиению поляков несмотря на героическое сопротивление в итоге польши была захвачена всего за месяц но ряд польских летчиков успели эвакуироваться сбежав во францию британию и в итоге они смогли продолжить сражение однако франция была следующей на очереди но в отличие от польши она могла оказать сопротивление в воздухе немецким новинкам французский истребитель devuatin d520 по своим характеристикам был не хуже чем бф-109 основной истребитель германии но вот количественно 520 явно уступали авиации люфтваффе но несмотря на немецкое превосходство летчики франции смогли зарекомендовать себя как грозные противники которые сражаются до конца но к сожалению французское командование таковым не являлась и франция пала но пала не только жертвой вермахта но и бездарности ничтожности своего командования даже британские войска посланные на помощь ничего не смогли сделать и после поражения при дюнкерке были вынуждены эвакуироваться вместе с французскими и бельгийскими частями зажатые практически у берегов ла-манша они были вынуждены полагаться только на британское командование и к их счастью лично уинстон черчилль отдал приказ эвакуировать войска и для этого он приказал бросить все силы как флот так и авиацию за 8 9 дней удалось эвакуировать 338 тысяч человек но из-за мощного давления войск германии многие командиры предлагали прекратить эвакуацию боясь потерь среди флота но адмирал каннингем настоял на продолжение заявив требуется три года чтобы построить корабль но потребуется 300 лет чтобы воссоздать традицию эвакуация продолжилась именно дюнкерк показал что люфтваффе не всемогущие но герман геринг командующий немецкими ввс сумел доказать гитлеру что победа англичан была следствием исключительно удачи а не мастерство летчиков королевских ввс и не труда британских конструкторов битва за британию близилась думаю пришла пора рассказать о силах сторон технический парк у обеих сторон был впечатляющим как и подготовка летчиков с обеих сторон имелись свои ветераны основным истребителем германии служил разумеется мистер шмидт bf 109 модификации е1 и е3 крепкая надежная и крайне смертоносная машина главным преимуществом которой была скорость и скороподъемность в этом конечно же шмидт был лучшим отчасти такое преимущество давал двигатель фирмы даймер бэнс db 601 а также конструкция машины позволяла ей развивать скорость куда более приличную нежели у англичан вооружение мистер шмидта также было великолепно модель е3 обладала пушками 20 миллиметров коми мгфф которые с легкостью могли разорвать любой самолет в считанные секунды но вот недостатки у 100 девятки тоже были во первых крайне узкая колея шасси которая зачастую приводила к авариям на взлете и посадке достаточно посредственный обзор из кокпита и разумеется маневренность которая была меньше чем у британских машин также германия использовала двухмоторный bf 110 но его рассмотрение не несет большого смысла так как оказалось что из-за откровенно плохих скоростных и маневренных характеристик он не мог на равных бороться с одномоторными машинами но и служил разве что для прикрытия бомбардировщиков королевские ввс использовали h2 истребителя устаревший хаукер харкейн и новейший супермарин спидфайр харкейн по своей сути являлся бипланом который был удачно переделан в моноплан и даже несмотря на свою устарелость он был крайне опасной машиной харкейн имел колоссальную для одномоторной машины прочность которая вполне могла поспорить с американским тандерболтом или советским ил-2 также у него отмечали хорошую маневренность и феноменальную простоту управления которая сделала его любимцем у летчиков самолет был также крайне надежен и легок в ремонте а также имел большой ресурс для модернизации также некоторые модели харкейнов оснащали аж четырьмя двадцатимиллиметровками которые превосходили мгф по всем ттх но такие машины появлялись концу сражения их количество было невелико спидфайр обладал похожим набором преимуществ еще более хорошая маневренность чем у харрикейна большая скорость лучший обзор из кокпита и более высокие показатели скороподъемности оба истребителя имели один и тот же двигатель а именно marine производства фирмы rolls-royce недостатками же обеих машин можно было назвать меньшую как практическую так и максимальную скорость скороподъемность особенно у харрикейна также как уже многие знают двигатель обладал поплавковым карбюратором из-за чего от отрицательного тангажа мог заглохнуть кроме того спидфайр и харрикейн имели в качестве вооружения преимущественно пулеметы которые сильно проигрывали пушками сершмита а модель харрикейна с 20 миллиметровками появилась лишь концу сражений и не слишком часто встречалась как можно понять главными плюсами немцев были скорость с вооружением а у маневренность однако нужно понимать что бф-110 мало на что мог повлиять в отличие от харрикейна пилота которого сбили 56 процентов всех немецких самолетов но не только татаха машины решила исход сражения но и мастерство летчиков которые действительно стоило друг друга опыт ветеранов люфтваффе был велик равно как и их подготовка но королевские ввс ничуть им не уступали также на стороне британии сражались чешские канадские польские добровольцы желающий помочь или же отомстить за падение своих стран не стоит забывать и про то что королевские ввс сражались на своей стороне то есть они могли совершать посадки на свои аэродромы в то время как немцам для этого требовалось перелететь весь ла-манш а сделать это было непросто так как топлива из-за перелетов было очень мало и бф-109 мог вести бой всего лишь 15 минут после чего ему требовалось взять курс домой вдобавок к этому англия применяла новейшие радары дальнего действия которые засекала немецкие самолеты на приличном расстоянии это позволяло поднять группу перехвата заранее ну а немецкие бомбардировщики зачастую имели сопровождение лишь из двух моторных бф-110 которые не могли оказать достойного сопротивления как хоррикейном так и тем более спидфайером ну а 109 в эскорт не ходили и вы уже знаете почему нехватка запаса топлива исходя из всего этого командование раф выработала определенную тактику при крупных сражениях более пригодные для истребительного боя спидфайеры завязывали маневренный бой с бф-109 отвлекая на себя внимание в то время как хоррикейны имеющие более мощное вооружение прочность которая позволяла им в наглую сесть на шесть игнорируя стрелков атаковали бомбардировщики кстати бф-110 также были целями для хоррикейнов конечно эта тактика приносила свои плоды новочисленное преимущество всегда было не в пользу британии общая картина была следующей 1900 машин британии против 4000 самолетов германии сражение было невероятно ожесточенным немцы бомбили как аэродромы так и сам лондон и ближайшие города и летчики раф зачастую приземлялись только для того чтобы перезарядиться и дозаправиться порой они находились в воздухе почти сутки но и немцам было непросто из-за постоянной необходимости пересекать ла-манш и постоянного огня пво как с моря так и земли дабы поведать о героизме летчиков раф не хватит и сотни страниц но особенно выдающимся стал подвиг флай-лейтенанта эрика николсона 16 августа 40-го года во время битвы за британию три истребителя хавкер хорикейн марк 1 перехватили над побережьем англии несколько бф-110 и совместными усилиями сбили один мистер шмидт но однако почти сразу после этого они уже были сами атакованы неожиданной атакой бф-109 е хорикейн николсона попали 4 20 миллиметровых снаряда истребитель загорелся сам николсон получил ранение головы и ног он уже открыл фонарь и собирался покинуть самолет но в это время хорикейн опередил один из атаковавших его бф-109 николсон вернулся за штурвал в горящую кабину и атаковав мистер шмидт сбил его только после этого он выпрыгнул на парашюте с ожогами лица шеи рук и ног они были настолько тяжелые что после приземления он не смог самостоятельно разжать пальцы рук чтобы выпустить стропы парашюта за самоотверженность проявленную в бою с противником 23-летний флай-лейтенант эрик николсон был награжден крестом виктории войны выигрывают молодые он вышел из госпиталя в апреле сорок первого и продолжил службу в авиации однако его жизнь оборвалась 2 мая сорок пятого года когда b24 на котором он летел как пассажир упал в результате технической неисправности битва за британию длилась почти четыре месяца и закончилась 30 октября сорокового года победой англичан потеряв 1023 самолета летчики королевских ввс сбили 1800 немецких самолетов заставив немецкое командование отменить планы вторжения ведь начинать высадку в британии без господства в воздухе это было бы актом суицида остров из-за бомбардировок серьезно пострадал однако впервые германия потерпела крупное поражение вселив надежду в сердца народа несмотря на бомбардировки лондона и террор народ британии обрел еще большую сплощенность и настрой борьбы с врагом они сдачу как это предполагал гитлер летчики королевских ввс отстояли метрополию еще до конца битвы уинстон черчилль произнес палате общин следующую фразу никогда еще в истории человеческих конфликтов столь многие не были обязаны столь немногим и эта фраза была посвящена летчиком что вели сражение за небеса на этом и хотелось бы закончить этот рассказ о битве за британию которая к сожалению свете последних событий мировой политики не заслуженно забывается но как говорится о подвигах героев всегда будут помнить мировой политики